Продолжаем выпуск. Год собаки ушел от новорингойцев, тихо уступив престол на 365 дней другому домашнему животному. Возможно, поэтому переход хода прошел сравнительно спокойно. Во всяком случае, так говорят представители служб экстренного реагирования, которые привыкли к тому, что новорингойцы отдыхают шумно и весело. Сотрудники полиции не допустили совершения резонансных преступлений, а у спасателей не было проблем с пиротехникой. И только медикам повезло меньше всего. Каждый день в приемное отделение городской больницы обращались по 100 раз, а 7 января – 126. Владислав Сельнинов продолжит тему. Эти новогодние праздники спасатели провели на своем боевом посту в ожидании вызова. Но телефон экстренной службы упорно молчал, несмотря на то, что в Новом Уренгое с разной интенсивностью громыхали салюты, фейерверки и петарды. Видимо, профилактическая работа не прошла даром. Сотрудники МЧС констатируют, горожане в этот раз бдительны и аккуратны с пиротехническими изделиями. Выехать на происшествие пришлось лишь раз. 7 января в 2 часа 57 минут поступило сообщение о загрании по улице Промысловой. На момент прибытия пожарных подразделений горела вагон-бытовка на площади 16 квадратных метров. Всего в тушении участвовали 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники. Пострадавших нет. Горожане плясали и веселились несколько десятков раз. Только на сцену октября выходил Дед Мороз со своей сказочной свитой. А ещё главного волшебника видели в Звёздном, в Монтажнике и в Карачаево. А в новогоднюю ночь Ледовый городок и вовсе превратился в центр массовых гуляний. За всеми метаморфозами волшебства наблюдали несказочные помощники его величества правопорядка. К осуществлению охраны общественного порядка привлечено более 200 сотрудников полиции. Кроме этого сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий, члены добровольных народных дружин и казачества. В ходе осуществления охраны общественного порядка на праздничных мероприятиях происшествий допущено не было. И всё же в полицию звонили. В дежурную часть за помощью обратилось 370 человек. 12 из них заявили о совершении преступления. Резонансных проступков не было. Меньше всех повезло медицинским работникам, специалистам скорой помощи, отоларингологам, работникам приёмного отделения. Пока поликлиники были закрыты на каникулы и участковые терапевты и педиатры отдыхали, пациенты шли в приёмный покой. Среди них были с экстренными показаниями. Вроде бы стояла хорошая погода, но было ветрено. Нос у нас очень часто нос, кончик носа охлаждается. Ну и отморожение где-то в первой степени было незначительное, но приносящее дискомфорт. Также страдали ушки у нас, то есть, да, в первую очередь отмезали ушки. Мы все гонимся за красотой, все хотим всё-таки сфотографироваться на фоне красивых мест, допустим, так как у нас же ледовый городок. И, соответственно, все снимают шапку, ветер, и отсюда различные воспалительные заболевания и, соответственно, обморожение. А ещё в лороделение попал молодой человек, у которого врачи диагностировали ожог уха, окаленный от бенгальского огня. Сейчас с пациентом всё в порядке, но медики продолжают призывать горожан быть аккуратнее. Сильные морозы ещё впереди, а значит, высока вероятность обморожения. Врачи рекомендуют одеваться теплее и меньше потреблять алкогольные напитки. Начинается череда рабочих будней. Настало время для трудовых подвигов. Владислав Селином, Антон Берестянский, Служба новостей, Импульс.